Добрый день дорогие друзья! Сегодня для вас я записываю видео по просьбе многих-многих моих пациентов, которые просят показать как колоть себе уколы. Это неудобно, это больно, я не знаю как, как это делать. Вот я сейчас заболела, область почек мне колит сын утром и на ночь, потому что очень болели почки, а я сейчас себе уколю вот здесь для горла, уколю область грудины и покажу как это делать. Значит у меня садор, навокаин, навокаин двухпроцентный, ветеринарный, садор хранится в холодильнике, вот в таком виде все хранится. Навокаин не храним в холодильнике. И еще у меня битулин, он тоже хранится у меня в фольге в холодильнике. Еще есть у меня область почек, меня обкалывает сын, это у меня садор, плюс и еще два плюса, я его усилила двумя гомеопатическими препаратами. Вот, значит я набрала в обычный трехграммовый шприц садор по весу 0,025 миллиграмм на 1 килограмм веса, здесь у меня 1,6 садора и полкубика навокаина. Здесь у меня битулин, чтобы их не путать, я их вот с этой иголочкой, да, потому что это я буду колоть сюда. Здесь у меня тоже самое битулина, полтора кубика и полкубика навокаина. Значит, что делаем? Вот эту область освобождаем. Спиртик, ватка и никуда не спеша, никто за вами не гонится. Вот я просто успела сделать одну точку, а потом подумаю, надо снять, потому что мне постоянно говорят, сними, сними. Но снимать надо кого-то, это надо или куда-то ехать, или куда-то дома прийти, а пациенты не очень любят, чтобы их снимали. Вот смотрите, я, кстати, использую вот такие иголочки, они очень удобные. Вот, покупаю их по 100 штук и использую. Здесь 26G. Значит, я протерла, эту зону я уколола, теперь беру вот сюда, где по мягче, мягко вставляю иголочку, прямо туда и втыкаю, видите? Это не больно, под наклоном. Вот, посмотрите, под наклоном иголка вошла, вот она вошла, вошла, вошла. И теперь я перехватываю шприц и тихонечко ввожу. Так, иголочку вытаскиваю, протираю, иду дальше. Следующая зона, да, ближе туда, блин к узлам. Так мы лечили даму с раком гортани. Мы и так кололи. Она не давала колоть на небо, у нее был рак неба. И иногда кололи лицо вот так. В основном шли отсюда, потом ей сняли диагноз. Старайтесь растянуть это, ну, на 4-6 уколов. Ну, еще у меня там осталось, у меня, наверное, 5 получится. Вот, ну, немножечко щиплет. Все говорят, ой, больно, а болеть, вот я сейчас лежу. Что, хорошо болеть, болеть тоже больно. И вот сюда, поближе чуть-чуть, на твердое, тоже, или вот сюда куда-нибудь уколю. Главное, не попадайте в вену, конечно, смотрите. Видите, у нас вены, вены не трогайте. Ну, можете сейчас вот сюда уколю. Медленно иголочку вставляете поглубже, поглубже, но вдоль кожи. Вот она вошла. Я перехватываю и довожу остатки препарата. Так как это у нас разные препараты, я могу их вместе совмещать. Еще я калю еще один препарат, который снимает интоксикацию, его я калю два раза в день тоже. Я не знаю, что у меня, ковид, не ковид, и бежать куда-то, и заражаться там от тестов я не хочу. Поэтому я как бы вот пью разные травы. Теперь, значит, здесь, да, вот у нас грудина, и нам нужно вот сюда, вот здесь зона бронхов, и между ребрами по возможности уколоть. Значит, значит, берем ватный диск, так, вроде два готовила, куда они подевались. Так, вот. Беру ватный диск, и, значит, здесь, чтобы не мешало сразу, видите, я тут провела вот эти точки, они сразу покраснели, да? Здесь вообще хорошо бы делать, конечно, вот как учит Александр, малый щепковый массаж, помогать себе. Ну, я пока так куплю себя вот таким вот бамбуковым веником, это я потом покажу. Значит, я теперь беру этот шприц, воздух выпускаете, делаете все как обычно. То есть, вот, никакого воздуха, нету, вот капелька жидкости вышла, все, беру, прям сразу подключиться между этим, и захожу. Этот менее болезненный, потому что здесь в составе только березы, нету АСД. Сначала эту сторону прокалю, да? Вот, смотрите. Ну, сделаем так, по три точки, да? Медленно, не надо никуда спешить, будет не больно совершенно. Так, все. Теперь протираю. И эту сторону. Здесь идем с этой стороны, так удобнее. Вот, значит, сразу здесь находим жреберное пространство, и заходим вот так, потихонечку под кожу. Не внутрикожно, не внутримышечно, а именно... Так, здесь. Вот иголочка вошла, я не знаю, видно, не видно, может, плохо видно. Надо, может, чуть-чуть, чуть-чуть вот так сделать. Вот. И третья точка, вот сюда, например, да? Так же очень хорошо колоть в сердце, когда проблемы, когда-то расклероз сосудов в сердце. Скорая помощь колю в сердце. Вот. И все. Сейчас все есть. Спиртовые настойки есть, ватные шарики намочены спиртом есть. Можно вот, можно спирт, можно перекись использовать, в конце концов. Шприцы одноразовые есть. Вы можете использовать для себя один шприц, просто менять иголки. Я вот, например, тот препарат, который колю против токсинов, я вот меняю только иголку. Но шприц у меня большой лежит. Садор, который мне, Садор плюс-плюс, который мне сын колет в область флотик, он все выбрасывает. Он такой, мам, надо все выбросить, выбросить, у тебя полно шприцов. Ты для больных не жалеешь, а для себя жалеешь. Я говорю, конечно, я не жалею. Я просто не вижу смысла все это выбрасывать. Так что, бетолин, это природный антибиотик. Очень хорошо его колоть вот сюда, на образ подребелья. У кого цирроз печени, у кого жировой гепатоз и многие-многие другие проблемы. И на с печенью, и гепатиты, и циррозы, и воспаление печени. Все. Новокаин я использую ветеринарный 2-процентный, особенно для мужчин, потому что они хуже переносят боль. Потом, значит, у меня садор. И вот есть такой, он там закрыт просто в упаковке. Садор, видите, 3 плюса. То есть садор плюс и еще 2 компонента я добавила. Вот так вот я себя лечу. Так что, будьте здоровы. Не бойтесь ничего. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы должны сами себе помогать. Всем пока.